В пятый раз православная гимназия преподобного Ильи Муромца 1 сентября распахнула двери перед воспитанниками. За партой сели 15 первоклассников. На праздничной линейке в День знаний воспитанников поздравляли глава Евгения Рычков, аудитор счетной палаты Российской Федерации Сергей Рябухин. Победитель гимназии пообещал, что следующие 1 сентября гимназистов встретят уже в новом здании. Слово Ольги Килешиной. Конкурс в первый класс православной гимназии преподобного Ильи Муромца в этом учебном году составил 4 человека на место. Эти 15 первоклассников настоящие счастливчики. Дети и их семьи прошли собеседование с директором гимназии игуменом Варлаамом Подномаревым и духовником отцом Николаем Малакаевым. Показали свое стремление к углубленному православному образованию и воспитанию. Поздравить первоклассников и других гимназистов с новым учебным годом прибыл аудитор счетной палаты Сергей Рябухин. На торжественной линейке присутствовал и глава города Евгений Рычков. Всех хочу поздравить, особенно первоклассников, которые не просто в очередной поход, а открывают для себя жизненный путь. Каждый день это маленькая жизнь, каждый день это поход на знания, и каждый день нам что-то дает. А 1 сентября это особенно день, праздник, который на целый год плавания. Я хочу, чтобы в этом плавании вы набрали самого доброго, самого святого, самого необходимого для не просто себя, а и для семьи. Чтобы вы не огорчали, а только радовали своих родителей, бабушек, бедушек и город и нашу страну. С праздником вас поздравляю! Мне хочется поздравить вас с праздником, а сегодня действительно праздник, начало нового учебного года. Для ребят постарше это возможность и желание прийти на выросших за лето своих одноклассников, поделиться с ними своими летними впечатлениями. Ну и, наверное, особый праздник, конечно, для первоклассников, которые приходят в новый коллектив, незнакомый, к новым людям. И у них сегодня особый, эмоциональный, одновременно праздничный и очень волнительный день. Поэтому мои особые поздравления первоклассникам и их родителям. Сегодня в православной гимназии преподобного Ильи Мурмца обучаются 114 учеников. Восьмиклассам уже тесно на территории монастыря. Попечитель гимназии Сергей Рябухин сегодня посетил и строющееся здание новой гимназии. По его словам, это учебное заведение откроется к 8 июля уже следующего года. Гимназия будет даже современней самых современных школ. Это будет на самом деле духовно-образовательным центром, как и мечтал Илья Кирилл. Мы это сделаем. Мы это собрали к 1 сентября со Степашином и со всем физическим советом под такой, ну, своеобразный подарок. Он такой, несколько виртуальный. Мы собрали около 100 миллионов рублей. То есть у нас есть средства для того, чтобы начать и 1 июля закончить. И будем 1 сентября следующего года уже встречать в новом здании. Сегодня же в честь нового учебного года в небо были выпущены белые голуби, а во всех классах были проведены праздничные уроки. В этом году в учебное заведение пришли 9 новых педагогов. Как и прежде, гимназия считается школой полного дня. Помимо основных предметов, здесь развита система дополнительного образования. Ребята посещают патриотический клуб «Илья Муромец», танцевальный коллектив «Святоч», театральную студию «Пилигрим», занятия по сценическому искусству и сценической речи. Для учеников функционирует клуб «Умелые руки», гордость гимназии «Хор», «Изо-студия», факультативы по французскому и английскому языкам. Пусть для всех этот 2012-2013 год станет особым и запоминающимся. Пусть его освещает радость достижений повед, уверенность в завтрашнем дне. Счастья всем, успехов, радости, профессионального роста. Учитесь и работайте с удовольствием. Новый учебный год будет насыщенным, интересным и, конечно же, наполненным предвкушением грядущего переезда в стены новой гимназии. Ольга Келешина, Александр Ерофеев, Муромский, Меридиан.